Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре 28 апреля 2020 года очередной вебинар, вебинар-марафон портала Приан.ру «Недвижимость за рубежом». В этом апреле мы с вами общаемся удаленно, но тем не менее дружно и с улыбками, насколько позволяет ситуация за окном. Тема нашего сегодняшнего вебинара это инвестиции. Инвестиции, но сейчас, понятное дело, интерес к сохранению средств, он ничуть не меньше, чем был, скажем, несколько месяцев назад. Тема стала гораздо более актуальной. И вместе с тем мы сталкиваемся с двумя такими вопросами, которые, пересекаясь, задают общую канву любому разговору. С одной стороны, возможности покупателей сейчас ограничены с точки зрения передвижения, с точки зрения некой динамики. Во многих странах по-прежнему существуют серьезные ограничения, и сколько они продлятся и когда закончатся, непонятно. Но одновременно есть ощущение, или, по крайней мере, есть совершенно логичный вопрос, а что будет происходить после того, как ситуация начнет нормализовываться? И, соответственно, вот та покупка, на которую вы были настроены несколько месяцев назад, и та покупка, на которую вы, скажем, настроены сейчас, насколько она сейчас своевременная, насколько она актуальна? Может быть, через некоторое время ситуация для покупателей будет чуть лучше или значительно лучше. И вот сегодня мы как раз об этом поговорим. Я с удовольствием представлю, во-первых, эксперта, с которым мы начнем нашу беседу. Это Алина Печенкина, коммерческий директор IMA Lobby International, компания из Испании. Алина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вот, и перед тем, как начать, я все-таки кратенько расскажу, о чем, какие мероприятия, вернее, как мы построим сегодняшний день. Около трех часов будет длиться наш вебинар. Мы общаемся сегодня с экспертами из шести стран. Значит, примерно через полчаса мы начнем разговаривать с нашими коллегами из Черногории, Ирина Рассказова, директор агентства недвижимости Antarex. Затем перенесемся в Польшу, наш собеседник Павел Ружицкий. Затем едем из Польши на юго-восток, если я правильно понимаю, в Болгарию. Дальше объединенные Арабские Эмираты и сфинишируют наш вебинар-марафон на этот раз в Италии. Но еще раз хочу сказать, что у нас традиционно работает чат, еще раз хочу традиционно сказать, что записи вебинара будут опубликованы на портале при андру недвижимости за рубежом в самое ближайшее время после завершения вебинара. И хочу еще раз обратить внимание на интересный формат. Мы сегодня обсудим с каждым из экспертов, помимо остальных вопросов, еще и такой. Какой тип объекта сейчас может быть интересен для инвестиций? То есть тот тип объекта, который интересен сейчас и который не просядет через несколько месяцев, недель, который по-прежнему может быть актуальным, даже несмотря на очевидный кризис, который происходит и еще, наверное, будет происходить. Алина, ну и вот к нам еще сейчас зрители постоянно присоединяются, что очень приятно, рады всех приветствовать. Давайте все-таки, пока они еще подходят, первый общий вопрос о ситуации за окном у вас. Говорят, что какие-то послабления, ограничения все-таки у вас введены. И Facebook просто пестрит фотографиями радостных испанских детишек, которых выпустили погулять на улице. Да, это действительно так. У нас началось... Ситуация улучшается. Со вчерашнего дня разрешили действительно выходить деткам гулять на улице, детям до 13 лет. Что очень радостно, потому что в этой ситуации бедные дети, действительно, которые оказались в запертих квартирах, это было морально тяжело, психологически тяжело. И мы очень рады, что наши дети могут выходить гулять недалеко, но это большой шаг. Со 2 мая нам обещают открыть передвижение между городами. Это тоже большой показатель, что ситуация налаживается, численность заболевших уменьшается. Мы надеемся, что к июню месяцу, может быть, к концу июня, мы будем жить, может быть, не такой полноценной, как раньше жизни, но мы сможем ходить на работу, мы сможем гулять, мы сможем передвигаться. Это, конечно, радует. Скажите, пожалуйста, рынок недвижимости, если взять его за последний месяц, если взять вот текущую ситуацию, как-то он изменился? И если да, но я имею в виду не в сравнении, естественно, с докризисным совсем уж периодом, а именно вот в последний месяц. То есть что было там 4 недели назад, что происходит сейчас? Смотрите, у нас карантин уже на самом деле практически 2 месяца, да, с 13 марта. Да, полтора месяца. Первые 3-4 недели, естественно, людям было не до недвижимости, в такой ситуации рынок стоял, приостановились полностью новые заявки. Но в тот же момент люди, которые уже успели выбрать недвижимость, оставить залоги, лично в нашем агентстве ни одного не было отказа. И, конечно, мы морально и физически, и фактически всякими способами пытались поддержать клиентов, так скажем, не завалить наши сделки, чтобы наши клиенты не переживали. И рано или поздно это закончится, Коста-Брава останется, солнце останется, пляжи останутся, вопрос времени. То есть мы не впадали в панику, не давали такой возможности нашим клиентам. Они оставались спокойны, они видели, что мы работаем, что мы на связи с офисом, с офисом, с банками тоже работали. То есть все остались, никто не отказался от покупки. Последние 2-3 недели мы получаем новые запросы новых клиентов. По поводу покупки немного изменился запрос. То есть, просидя в карантине, если люди жили в мегаполисах, в больших городах и остались, к сожалению, закрытыми квартирами, люди оценили разницу между проживанием в квартире и в доме. То есть у нас появилось больше заявок именно на дома. И не центральная часть, не центр Барселоны, а спрос на коммерческую недвижимость также. Потому что мы понимаем, что в ближайшие полгода, к сожалению, рестораны, бары открываться не будут. Соответственно, коммерческая недвижимость у нас немного встала к запросам. Жилая недвижимость повторяю. То есть сейчас по запросам покупателей я вижу, что первое очередное – это наличие участка, сада. Если раньше люди хотели вид на море, близость, шаговую доступность к морю, то сейчас заявка изменилась несколько. Все-таки люди, как местное население, так и россияне, наличие сада и бассейна. Скажите, Алина, но это вот ваш, на ваш взгляд, эта история все-таки, вот то, собственно, о чем хотелось бы поговорить, на ваш взгляд, эта история сиюминутная? Или это все-таки некая долгосрочная тенденция, может быть, там, которая продлится несколько месяцев и недель, то есть вот спрос совершенно очевидный, и это сигнал и для покупателей, и для продавцов будет в сторону чего-то такого уединенного, и на таком рынке, как испанский, это скажется в первую очередь? Ну, смотрите, Филипп, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что я за эти недели тоже участвовала в различных семинарах, так и российских, так и местных прогнозы следующие, то есть это не мое субъективное мнение, прогнозы такие, что все-таки, что все-таки действительно будет спрос на дома, будет спрос на дома. И почему? Потому что, вероятно, вот эта ситуация, работа из дома нам показала многим, что мы можем работать удаленно, можем работать удаленно, но качество жизни намного изменится, если ты живешь не в мегаполисе, что ты не стоишь в пробках, что ты не мучаешься, куда тебе припарковать машину. У нас это очень, мы в Барселоне, актуально, цена за паркинг, расходы на бензин. Люди научились, наверное, ценить свое время, я думаю. Нет худа без выбора. Соответственно, многие вопросы, не обязательно ехать лично на какую-то встречу. Можно их решать вот такими видеоконференциями. Ну, смотрите, означает ли сказанное вами, что тенденция спроса, она в любом случае так или иначе сказывается на ценах. Можно ли, исходя из этого, сделать предположение, что в ближайшее время дома станут более востребованными и, соответственно, возможно, даже не подешевеют сектором, а вот, например, квартиры, это уже вопрос более спорный. Как вам это видится из Испании? Ну, тут, смотрите, тут, так как мы работаем на два рынка, как на российский, так и на испанский рынок, лично моя компания, да, у нас много и французов, и бельгийцев, и голландцев, здесь ситуация немного разная. Россияне, опять-таки, любая цель покупки недвижимости, сколько времени вы хотите находиться в стране Испании, соответственно, будет тут, я думаю, разделение на целевые группы покупателей. Но, материаломысль... Вопрос, на самом деле, вы считаете, ну, окей, вы сказали, что центр Барселоны, привели как такой пример, центр Барселоны – место вожделенное по-любому, ну, по крайней мере, у туристов, но не означает ли это, что, вот, исходя из этой тенденции, центр Барселоны кажется под большим риском, чем, условно говоря, там, район Плай-де-Ара какой-нибудь? Наш любимый Плай-де-Ара. Вы знаете, я считаю, что маленькие квартиры в Барселоне, как были, пользовались спросом, так и будут пользоваться спросом. Они всегда в ходу, как в любом мегаполисе. Дома не упадут в цене, совершенно точно. Изменится немного формат запроса на дом. То есть недвижимость в районе полтора, два, три миллиона, которые раньше покупались как дачи россиянами, думаю, упадут в цену. Думаю, упадут. Насколько скажете? Ну, я не могу прогнозировать, насколько. Я считаю, что процентов на 15, на 20. Почему? Потому что нет спроса в последнее время на такую недвижимость. Мало. Мало запросов. Простите, но нет спроса именно в связи с кризисом этим пандемическим? Или это и до него такая ситуация все-таки была? Замечалось, конечно, и раньше. Да, конечно, и раньше замечался спад. То есть, согласитесь, данная ситуация нам немножко подкашивает экономику. Немножко нет. Сильно подкашивает экономику. Соответственно, так скажем, бюджет на покупку зарубежной недвижимости, я думаю, снизится именно на дорогую недвижимость. Но придет группа покупателей с бюджетом до миллиона. До миллиона. И эта ниша не потеряет в цене, наоборот, возрастет, потому что возрастет запрос. Когда есть запрос, тогда, соответственно, возрастает цена. Но вот все-таки я хочу процитировать новость, которая пришла, которую мы на Пряне опубликовали вчера, и она в значительной степени отзывается с тем, что вы сейчас сказали. Новость, сейчас скажу, какая компания выступила прогнозом, но прогнозистам в данном случае, ну, издание Мурсия Тудея опубликовало эту новость. С одной стороны, она говорит о неутешительных прогнозах и снижение цен, они прогнозируют на 10%, ну, в каком-то обозримой перспективе, скажем, до конца года. Тем не менее, аналитики полагают, что некоторые типы недвижимости станут более востребованными. И вот в первую очередь отмечается рост цен, возможно и даже вероятный, на частные дома с садом. Поскольку в последние несколько месяцев до четверти всех покупок приходилось именно на частные дома. И, ну, примерно похожий, не намного больше спрос был на квартиры. И при этом вторая цифра спада инвестиционной активности примерно на 7-13%, а в 2021 году ситуация придет в норму. То есть можно ожидать, на ваш взгляд, ну, и вы, как я понимаю, тоже согласны с этим прогнозом, то есть люди захотят что-то свое, они не захотят жить в известном смысле в тесноте, и за те же самые деньги все-таки за пределами мегаполисов получить можно больше. Такой вывод? Конечно, да, 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 я совершенно с этим согласна. Я не читала, к сожалению, эту новую сцену, но полностью с этим согласна, полностью. Действительно, цена квартиры, небольшой квартиры в Барселоне, это на побережье, более отдаленно, да, в радиусе там 100 километров, для нас дистанция, у нас нет пробок, то есть либо ты живешь малосемейки в центре Барселоны, и за те же самые деньги ты можешь купить дом с участком и с бассейном. Качество жизни изменится. Скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что вы в основном работаете, ну, в районе Барселоны, вопрос поступил от нашего зрителя, как в ближайшее время для краткосрочной аренды может измениться ситуация, ну, называют регионы Мурсия, юго-восточная Андалузия, но давайте, может быть, расширим, просто ситуация на рынке краткосрочной аренды, как вы ее видите, и что может происходить, о чем здесь думать инвестору, вообще рассчитывать ли ему на подобного рода схемы? Ну, вот смотрите, этот больной вопрос, на самом деле, скажу честно, на сегодняшний день для нас, у нас, наше агентство также занимается арендой много лет, аренда домов, вилл на побережье Коста-Браво, это Плайдарес, Огарова, Гавина, это элитная зона побережья. К сожалению, российский турист не сможет приехать, это реально, это факт. То есть мы связались со всеми, с нашими арендаторами и предложили вернуть задаток, потому что не будем тешить себя надеждами. Вы имеете в виду, когда, в этом сезоне или когда, летом не сможет приехать? В этом сезоне, да. Этим летом, к сожалению, россияне к нам, вероятно, не смогут прилететь, не смогут. Что будет с этим годом, я не знаю. Местное население, да, будет отдыхать, вероятно, откроет границу с Францией. Но, к сожалению, вот ситуация с краткосрочной арендой тяжеловата. Если мы рассматриваем покупателя, инвестора, который покупает квартиры с целью сдачи краткосрочной аренды, у нас таких клиентов очень много. И, действительно, иногда люди покупают одну квартиру для себя, вторую квартиру под краткосрочную аренду и, тем самым, покрывают все расходы и даже что-то зарабатывают. Но, смотрите, имеет ли смысл, вы смотрите? Местный рынок у нас сейчас просто бум. У нас очень много запросов от местного населения, которые внутри испанцев. То есть все мои инвесторы, россияне, в этом году не пострадают. То есть не приедет российский турист, не приедет местный турист. Даже краткосрочно? Краткосрочно, конечно. У нас очень много Андорра, Барселона приезжает к нам на побережье. У кого нет дач собственных, естественно, все едут в аренду. И запрос увеличился. Если раньше люди хотели аренду на неделю, на две, говорю про местного туриста, то сейчас мы получаем запросы на месяц, на два, на три. Это рентабельно, это хорошо. Недвижимость не остается пустой. Скажите, они просят какие-то скидки или, в общем, вам даже по сравнению с прошлым сезоном, пока на качественные виллы цены снижать не пришлось? Или вы просто делаете такой маркетинговый посылок? Нет, вы понимаете, дело в том, что здесь разница в объеме работы. Да, это было всегда. И сейчас тоже продолжается та же самая тенденция, когда мы сдаем на одну-две недели, это как вы бронируете отель. Это одна цена. На долгосрочную аренду всегда дешевле. Скидка идет на долгосрочную аренду, если бронирование в месяц и больше, то порядка 10%. То есть это такая экономика, заезд на 5 дней и, соответственно, дороже, чем на месяц. Ну, то есть, с вашей точки зрения, для человека, который задумывается о возможных инвестициях в недвижимость с точки зрения сдачи в аренду, ну, по сути, все равно краткосрочная, то есть ты виллу уже не будешь сдавать на несколько лет, смысл есть и сейчас, но в этом случае тоже, на ваш взгляд, интереснее кажутся отдельно стоящие дома, ну, то есть выбирая между отдельно стоящим домом и, условно говоря, квартирой в туристическом городе. Я все-таки за виллу. За виллу. Я думаю, что это более рентабельно. Но это инвестиции, вопрос инвестиций в другой бюджет. Давайте тогда хорошо посмотрим, вот тот объект, который вы приготовили, как объект, который может быть интересен прямо сейчас для потенциального инвестора. Еще раз хочу обратить внимание, мы не говорим о том, что этот объект резко вырастет в цене или непременно сразу начнет приносить какую-то большую доходность. Но вот этот пример, на мой взгляд, соответственно, почему я буду говорить, вот вы расскажите, да, Алина, как вы себе видите, чем этот объект может быть интересен. Итак, смотрим. Испания, вилла в Плайо-де-Ара, площадь 250 квадратных метров, стоимость написана 645 тысяч евро. Вот это как раз образец того объекта, давайте от частного к общему. Вот такой тип объектов может быть, на ваш взгляд, сейчас востребован и в будущем востребован. Да, начнем с того, что это совершенно новая вилла, как вы видите, еще не меблирована. Цена 645 тысяч, это произошла скидка вот сейчас, в момент, так скажем, в момент этого вируса. Начальная цена была 750 тысяч. Будущие это виллы. Во-первых, это четыре спальни, то есть под аренду у нас все время на виллы приходит запрос четыре спальни, что рентабельно, четыре-пять спален для сдачи в аренду. Кто приезжает, порой это семья, трое-четыре детей, либо это родители и дети, и внуки, либо две семьи. Соответственно, если мы говорим о покупке виллы для сдачи в аренду, минимум четыре спальни. Обратите внимание, куча в аренду. Алина, если можно, просят чуть-чуть погромче говорить, потому что без микрофона чуть-чуть погромче, если можно. Да, хорошо. Хорошо. Затем, значит, я вижу эту виллу рентабельной, потому что она будет сдаваться как минимум три месяца в году, июль-август. Затем, хороший вариант сдачи на Пасху, когда пасхальные каникулы у всего мира. Все приезжают, и у нас уже в это время можно купаться в бассейн с подогревом. Естественно, цена будет не такая, как летом, будет дешевле, но тем не менее это тоже рентабельный сезон. Будет сдаваться на новогодние каникулы эта вилла. Мало того, владельцы могут приезжать, как делают многие мои покупатели, многие мои клиенты, они приезжают в мае, когда у нас нету такого ажиотажа на пляжах, приезжают в сентябре и приезжают на Новый год. Все остальное время вилла работает и приносит доход. Мало того, я считаю, что через год, через год цена на эту недвижимость вырастет. Это выгодная покупка будет. Скажите, пожалуйста, вот история подобного рода объектов. Значит, эти объекты были построены, буквально вы сказали, что она новая, соответственно, 19-20 год. Тут еще даже не сделан год в эксплуатацию. Буквально перед входом в карантин закончили отмывать все после строительства. Она совершенно новая. А для покупателя это плюс? Ну или это просто скорее моральный момент? Хочу там жить в том месте, где никого раньше не было, но куплю. Или, в общем, по большому счету сейчас, если бы такая вилла была не новая, а, скажем, там три года назад построенная, по большому счету ее перспективы бы в этом случае никак бы не изменились в том же самом месте? Ну, смотрите, во-первых, я не очень рекомендую своим российским клиентам покупать виллу, дом под ремонт. Во-первых, ну, так скажем, это большая проблема для россиянина, который не знает, нигде купить материал, нигде найти архитектора, нигде найти застройщика. А если мы купим примерно такой же дом, ну, за 400 тысяч под реформу, мы вложим туда еще просто 50, но это не выйдет новый дом. Соответственно, лучше уже купить новое, готовое, то, что ты видишь своими глазами. И мало того, здесь строительная гарантия 10 лет. Дом под реформацию, дом под реформу – это риск. Это риск. Можно купить архитекту и купить новую. Скажите, ну, вы привели конкретный пример. Вообще, таких примеров много. Я имею в виду что? Чтобы вилла, которая, ну, все-таки вы назвали цифру 750-650, это, ну, примерно 15% скидки. Это, в общем, уже можно говорить, ну, такое кризисное предложение. Да? Такие вот что сейчас, как себя ведут такие продавцы? Ведь это же все-таки логика продавца. И кто продавец в таком случае? Это частная компания или это частное лицо, кто купил и чем перепродает? Это частные испанские компании, конечно, и у них не одна такая вилла. То есть мы продали вот эту строительную компанию. Существует она на рынке уже 20 лет. То есть мы видим построенные дома, качественное строение, есть история, да? Поэтому фирма дает гарантию 10 лет. Представьте, 10 лет строительная гарантия. Это супер. Это супер. У тебя не произошло. У тебя вот эта компания, которая у тебя придет и починится. Это важно. Скажите, ну, вот вы показали объект. Вот пример объекта. То есть это загородный дом хорошего уровня, там, со своей территорией. Там территория, которая тоже есть наверняка. Это небольшая, да, территория. Опять-таки, по прогнозу, будет снижаться запрос на большие участки. Почему? Содержание. Содержание дороги, когда у вас 1500 метров квадратных, и, в принципе, их никто не использует. На самом деле. То есть, вот, ближайшая перспектива, это такое, ну, можно сказать, более, ну, по крайней мере, на испанском рынке, на ваш взгляд, это такое более тщательное, более скрупулезное сравнение, где на одной чаше весов желание все-таки жить отдельно, желание иметь какое-то обособленное место вдали от шумного города, а с другой стороны, все-таки, естественное даже среди обеспеченных людей сжатие возможностей. То есть, я не хочу покупать за полтора, я хочу за миллион, условно. Я думаю, что люди стали логичнее, люди стали думать. Окей, скажите тогда все-таки, вот вы привели пример объекта, который может быть интересен, который, скорее всего, не сильно потеряет в цене, коли уж есть какое-то специальное предложение, у него есть какая-то понятная логика владения, логика инвестирования. А если мы посмотрим чуть вперед, или, вернее, давайте, с другой стороны, вот какой объект, какой тип объекта, на ваш взгляд, сейчас не столь перспективен? Что, на ваш взгляд, более всего просядет? Жилье, коммерция, если мы говорим, опять-таки, об Испании, по крайней мере, регионе окрестностей Барсилуи, Набарске? Ну, коммерция, коммерческая недвижимость, конечно же, вернется к своей цене, опять-таки, когда стабилизируется ситуация, да, с вирусом, конечно, она вернется, может быть, мы не можем предсказать, потому что это бактериологические уже, да, какие-то прогнозы, медицинские прогнозы. Простите, а вы занимаетесь, ваша компания занимается, ну, там, кафе, не знаю, ресторанами, или это не особенно? Мы всегда работаем под клиента. Если поступает заявка, да, и у нас есть много клиентов, которые мы ищем именно под них. Не то, что есть на рынке, нет, мы ищем под клиента, под его заявку, под его бюджет. Тогда запрос с обратной стороны. А обращались ли к вам сейчас, ну, там, знакомые, коллеги-продавцы, которые, ну, готовы расставаться с объектами, например, коммерческой недвижимости, понимая, что сезон будет тяжелый или его вообще не будет, содержать они его не готовы, перспективы арендные крайне сомнительные, окей, давайте продавать. Или таких предложений нет, и стоит ли их вообще ждать? Нет, на нашей практике, как бы вот общаясь с моими коллегами, я не вижу, что начали поступать на рынок коммерческие объекты, нет. Ну, послушайте, давайте тоже рассмотрим ситуацию. Вот, к примеру, вы владелец, я владелец, да, какого-то помещения, локаля. Да, у меня сейчас там сидел магазин, магазин закрылся. Ну, что я сделаю? Я не выброшу на улицу своего арендатора, потому что он попал в такую ситуацию. Нет, ну, 4, 5, 6 месяцев, окей, я стану без прибыли. Продавать сейчас за копейки зачем? Потому что, когда никто не будет покупать эту недвижимость, кто купит сейчас недвижимость, когда нет арендатора, неизвестно, когда он сможет тебе платить. Есть пить, она не просит, она стоит, это вложение, это недвижимость, она не обесценится, она вернется к своей цене, когда вернемся мы к своему обычному ритму жизни. Ну, и тогда в заключении уже давайте все-таки небольшой прогноз. Хотелось бы услышать прогноз, ну, вот вы не очень оптимистично сказали историю для российских покупателей, что летом, к сожалению, мы не сможем добраться до Испании с большой вероятностью. Но я думаю, что в России... Я реалист, и главное, я... Это не пессимизм. Ребята, вы к нам приедете в сентябре, в августе, если это случится, у нас шикарная погода, до ноября месяца вы можете купаться, мы всех вас ждем. Вот, но все-таки ваш тогда прогноз, еще разочек, ценовой. Но давайте все-таки до конца года, исходя вот из этой ситуации, если границы частично начинают открывать в мае, в июне, но пока внутри Евросоюза, и вы, соответственно, будете в основном работать сначала просто с испанскими клиентами, потом с испанскими и французскими, а дальше рынок как-то начнет возвращаться к нормальной жизни. Какой здесь у вас ценовой прогноз, что можно ожидать, и на что рассчитывает человек, который хочет купить? Смотрите, по прогнозам я думаю, что после Нового года ситуация совершенно стабилизируется, сможем передвигаться, что цены в следующем году... Ну, опять-таки, я не вижу по нашим регионам, я не вижу падения цен. Это правда. Пока. Пока нет. Мне тоже мои коллеги, которые, мы для них ищем, мы уже многое время подбираем, говорят, ну вот сейчас просяду цены, вот сейчас будет обвал. Нет, пока нет никакого обвала. Ну, опять-таки, мы находимся в таком месте, понимаете, я здесь живу уже 12 лет и занимаюсь недвижимостью, и сколько уже здесь кризисов мы пережили, и восьмого года, и всяких разных. Это, опять-таки, наша провинция, которая практически не падает в цене. Даже по статистике... Окей. Дорогие друзья, с удовольствием еще раз представляю Алину Печенкину, коммерческого директора компании MLOB International. Контакты компании перед вами. Если у вас будут какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, пообщаться с Алиной в частном порядке, без проблем, пожалуйста, обращайтесь. Алина, ну, спасибо вам большое. Радостно, что в Испании сейчас действительно ситуация нормализуется хотя бы там на копеечку, чуть-чуть становится полегче, потому что месяц назад, ну, действительно, было совсем-совсем непросто. Спасибо вам большое. И тогда будем рады встретиться с вами в конце мая, наверное, и снова, может быть, обсудить что-то подобное, чтобы вы рассказали дополнительные интересные новости из окрестностей Барселоны. Хорошо, спасибо большое, Филипп. Спасибо большое всем слушателям.